Мое первое впечатление от покупки белорусского автоклава было вполне пристойным. Мой любимый цвет, размер и все такое, ну и просто давно хотелось. Впечатление не испортил даже порез руки об острую кромку горловины. Ну подумай, что корни снял фаску. Меня ведь не убыло от того, что я взял кусок старой наждачки и несколько раз прошелся по кругу горловины. Опять же, это только улучшило поверхность прилегания к прокладке. В тот момент я и не подозревал, что это только милый намек на будущие проблемы. И мне придется переделывать все ключевые узлы автоклава. На нашем канале Жить Хорошо есть небольшая серия из четырех видеороликов о том, как создать свой семейный противокризисный запас мяса на целый год вперед. В первом ролике ценная информация о том, что вырастить сотню бройлеров не сложнее, чем содержать пару хомячков. Во втором и третьем роликах мы раскрываем свои секреты, наработки и способы сохранения мясных продуктов на длительный срок. А в последнем четвертом ролике даем уникальную информацию не только для тех, кто сейчас на этапе выбора марки автоклава, но и для тех, кого уже угораздило. И мы будем очень рады, если эти наши ролики помогут вам пережить эти тяжелые кризисные времена. Больше всего меня удивило отсутствие на автоклаве термометра. Все-таки температура это основной и единственный фактор стерилизации. Зато есть манометр. Да, при работе автоклава при неизменном уровне воды температура и давление пропорционально взаимосвязаны. Но все равно. Выглядит это как-то диковато. Это как бы вам для определения времени вместо часов предложили прибор для определения высоты Солнца над горизонтом. А чё? Эти две величины тоже взаимосвязаны. А имея таблицу и определенный навык, вполне можно определять время таким способом. Но это будет удобно только в другой, параллельной реальности, где живут исключительно извращенцы, работающие конструкторами автоклавов. И где принято одевать штаны через голову. Дебилы, бля. А ведь было бы вполне логично поставить термоманометр. Это манометр, совмещенный с термометром в одном корпусе. Даже в мечтах боюсь представить, насколько это было бы удобнее для потребителя. И не думаю, что на цене это бы сказалось так уж совсем критично. Первый пробный тест автоклава я провел в холостую, бесполезной загрузке. Просто заполнил водой до нужного уровня и нагрел до нужной температуры и давления. При этом температуру нагрева в ходе процесса я знал с точностью до десятых градусов. Ведь это же хорошо, что у меня есть пирометр, который наверняка есть далеко не у всех. Нагрев прошел нормально, но вот при охлаждении я столкнулся с тем, о чем уже слышал в роликах на ютюбе. Стрелка манометра при охлаждении стала подвисать. И чтобы стрелка сдвинулась вниз, нужно было постучать по манометру. А чё? Тоже романтика. Автоклав охлаждается, ты ходишь вокруг с бубном, молишься на него, произносишь трехэтажные мантры в адресу поголовых и криворуких изготовителей и стучишь по манометру, представляя бошки тех, кто сделал это у**бище. В общем, красота и гармония. Сначала я даже не понял, от чего так происходит. Ведь если кто не в курсе, конструкция манометра по простоте сопоставима с конструкцией гвоздя. И только уже потом, во время первого рабочего запуска автоклава, а температура в тот день на улице была плюс 38 в тени, я определил причину столь странного его поведения. Оказалось, что корпус манометра пластмассовый, и он начинает плавиться. Первый не выдерживает шкала, ее начинает коробить, она выпячивается и клинит стрелку. При постукивании стрелка перескакивает, и опять все повторяется по новой. В общем, первое же свое рабочее применение манометр не пережил. Расплавился. Ну да ладно, у меня, как представителя нации, которая в Союзе считалась самой хозяйновитой, нашелся подходящий, еще советский манометр с газосварки. Я подумал, что было бы неплохо по старой еще тех времен технологии подмотать под резьбу манометра паклю на краске. Съездил в магазин, купил паклю, краску. Да, глупо, согласен. А что вы хотите? Я же не профессионал. В общем, так и сделал. Правда, до испытаний дело так и не дошло. Вовремя прозрел. Какая пакля, какая нафиг краска при 120 градусах и 4 атмосферах давления. Снова в магазин, уже в автомагазин. Купил кюбик жидкой прокладки красного цвета. Все вымыл, отскреб, обезжирил, промазал резьбы манометра и крышки, закрутил, залил, закачал, проверил. Все нормально, держит. Вот только градуировка этого манометра начинается с 2 атмосфер. Не сразу, но догадался, что проверить точность градуировки этого манометра можно манометром для проверки давления шин в автомобилях. Пошла ежедневная консервация. Процесс, как говорится, пошел, но после нескольких загрузок обнаружил, что после полного остывания автоклава давление снижается не к первоначальному давлению 1 атмосфера, а падает до нуля. Куда и в какой момент исчезает 1 атмосфера давления? Ведь если давление стравится еще при горячем автоклаве, все крышки сорвет, и 10,5 килограммов мяса коту под хвост. Сначала стал грешить на свою косорукость. Предположил, что может быть пропускает в воздух тот красный герметик, которым я смазал резьбу и посадочное место нового манометра. Все разобрал, отодрал, очистил, обезжирил, снова поехал в автомагазин и купил двухкомпонентный эпоксидный герметик для заделки блоков и картеров. Мне же больше нечего делать, как покупать всякое дерьмо, а потом делать из него конфетку. Перезаделал манометр, но ничего не изменилось. Таким же образом перезаделал посадку штуцера закачки воздуха. Снова безрезультатно. Оставался клапан. Насосом нагнал давление и оказалось, что при достижении давления 3 атмосферы клапан начинает нехило так травить воздух, причем не из посадочной резьбы, а именно из отверстия сброса. Клапан оказался бракованным и его нужно было менять. Но где такой взять? И где гарантия, что я не заменю говно на такое же дерьмище? Я поступил радикально и выбросил его к еб***ней матери. Болт на 10, гайка, две шайбы, все это на эпоксидку и затянул. Это неправильно. Никому не рекомендую так поступать, но если я не планирую оставлять включенный автоклав без присмотра, то клапан там нах не нужен. И только после таких переделок автоклав заработал безукоризненно. А я искренне верю и желаю, чтобы тем, кто сейчас нажмет кнопку подписаться, а потом сразу же на значок колокольщика, всегда везло и им никогда не попадался такой брак, как попался мне. В общем, если посчитать общую денежную стоимость моего потерянного на ремонт автоклава времени, стоимость расходных материалов, стоимость моего труда в качестве слесаря, сопутствующие расходы, а также прямой убыток от передержки курей, то покупка белорусского автоклава Новогаз обошлась мне гораздо дороже двойной стоимости от цены покупки. Так что же делать? Покупать белорусский автоклав или нет? Покупай, если решил прокачать свои забытые слесарные навыки. Покупай, если решил освежить свой лексикон и пополнить его такими матерными словооборотами, которых в жизни не употреблял. Покупай, если, конечно, захочешь. Субтитры создавал DimaTorzok